Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет макияжное. Вот я сделаю такой макияж новыми продуктами, которые у меня появились. Расскажу вам о них немножко и поговорю с вами немножечко о сериалах, которые я посмотрела. О сериалах фильм будет один. Так что оставайтесь со мной. Надеюсь, вам понравится. Ну что же, давайте начнем. Я сегодня буду краситься, с вами говорить. Решила объединить, знаете, такой обзор на какие-то косметические продукты, плюс рассказ сериалов. О сериалах, которые я посмотрела, о фильмах, которые я посмотрела. Что мне понравилось, что мне не очень понравилось, что прям впечатлило. Хочу с вами поделиться. Я уже, утро у нас сейчас, я уже нанесла свой утренний ритуал La Mer Tonic Treatment и Soft Lotion. Люблю, обожаю, нравится. Не буду про них говорить, потому что уже во многих видео о них говорила. Также я уже нанесла, что я, знаете, пока наносила, потом решила, что я так это наношу, давайте-ка пока время есть, я запишу. Поэтому не стану по второму разу наносить. Татча сил канва, это, канвас, это мой праймер любимый. Покажу просто, сколько его осталось. Вот, видите, и вот этим диском я наношу его уже на лицо. Очень интересный продукт. Если у вас будет возможность, не устану повторять, познакомьтесь с маркой Татча. Она необычная, у нее свой очень интересный философский стиль на красоту, на уход. Мне нравится. Так, начнем краситься. Начнем краситься. Здесь у меня новые продукты, которые я хотела бы вам показать. У меня как-то светлая камера. Сейчас я... А, три уже взяла и ищу там еще что-то, четвертый. Сейчас я немножко высветлю здесь камеру, что-то она какая-то... Вот так. Три продукта. Визажист Гуччи Вестман. Гуччи Вестман знаменитый тем, что красит многих селебритис. Кэмерон Диас, Гвинет Пелтроу, Дженнифер Энистон, то есть они все ее клиентки. Рис Визер Спун, по-моему, тоже. Я немножко подстригла волосы, отрезала сеченые концы. Поэтому так они как-то все странно лежат, но ладно. Гуччи Вестман. Гуччи Вестман создала свою линию декоративной косметики. Stick Foundation, Highlighter и Румяна. Еще есть контуринг. Они все идут вот в таких вот красивых тюбах. Тюбах. Тюбиках. Ну, я не знаю, это тюбик. Вот в таких красивых упаковках. Также у нее есть в коллекции бронзер. Очень хороший, очень красивый. Упаковка тяжелая такая, металлическая. Хотела бы я его тоже, наверное, со временем приобрести. И идет такой уникальный, на мой взгляд, продукт. Тоже в такой пудренице, как и бронзер. Хайлайтер и бронзер, я бы сказала, в одном. То есть он темный, выглядит как пудра, но такая у него консистенция блестящая. То есть когда вы ее наносите, лицо становится таким глянцевым, что ли. Очень красиво, очень красиво. Но вот пока три продукта решила взять, попробовать. Сразу скажу, мне понравилась упаковка. Мне понравился, ну я сделала стик, мы нанесли с девочкой-визажистом в магазине эти продукты на мое лицо. Мне все очень понравилось, я купила. Купила, выбрала вот то, что пока нужно. Тональный крем мне как раз был нужен, у меня перекон MD закончился. Румяна, они работают очень хорошо, вот все вместе, вот это трио. Обожаю, обожаю. Уже сколько, они у меня где-то две недели. Мой ежедневный макияж сейчас составляет, ну, наверное, пять минут каждое утро. Это очень удобно. Я наношу в основном макияж руками, мне нравится. И вот это вот прям моя тема. Можно работать кистью, можно работать руками, можно их разносить спонжем. Ну вот это вот прям, ребята, это здорово. Вестман Ателье, вот так выглядит Вестман Ателье. Здесь магнитная крышка. На крышке здесь тоже идет гравировка Вестман Ателье. Вот такой стик фаундейшн, он раскручивается. И вы прям им рисуете себе красоту, красоту на лице. Так, опять у меня что-то с камерой не фокусируется. Красоту рисуете. Ну давайте, давайте начнем. Нанесу, ну как я вот наношу каждый день. Так, так. Такое как бы солнышко делаю. Его можно наслаивать, его можно наносить под глаза. Его можно, ну прям совсем чуть-чуть, да, я делаю. Его можно наносить, если оттенок потемнее взять, например, да, его можно наносить как бронзер, как, ну вот по этим вот местам, да, когда солнышко лежит. Беру вот зеркало и уже начинаю его разносить. Он, ну он сам разносится на коже на вашей. То есть усилий вообще никаких не прикладываю. Волшебное средство. Когда я делала стик на руке, мне показалось, что он немножко такой сухой продукт. Я хотела вернуться опять к своему зимнему фавориту того года, к Шантыкаль. Но потом в магазине мы поговорили с девочкой-продавцом, с консультантом. Решили все попробовать. И вот это мне понравилось даже больше, знаете. Вот, нанесла вот так. Все, вот такой вот эффект. Как вы видите, очень выравнивает он тон лица. У меня, сразу скажу, какой у меня оттенок. Самое главное, у меня стик фаундейшн в номере 8. Номер 8. Это уже самые такие потемнее идут цвета. Ну, у меня сейчас такой медовый цвет лица. Немножечко загар еще остался. Потом, конечно, надо будет купить чуть-чуть посветлее. Но, тем не менее, если вы даже купите чуть посветлее стик, этим стиком вы все еще можете рисовать себе солнышко. Солнышко на лице. То есть использовать его как бронзер. Они чудесно, чудесно вместе миксуются. То есть дружат. Ну, что говорить. Хорошо, конечно, когда можно купить у марки сразу три продукта. Ну, у Шанель, например, вы покупаете, да? Румяна, тональна. Это все будет дружить. Ну, и вот здесь то же самое. То есть идея этих продуктов вот совместно, совместно. Ну, с другой стороны, вот этот вот фаундейшн, она хорошо принимает и другие румяна. Я пробовала с другими румянами, тоже нормально. Так, наносим румяна. Закончили с лицом. Видите, все очень быстро, очень просто. Это я больше проговорила. Румяна. Вот этот уже чуть-чуть поменьше. Упаковка у них. Оттенок Petal. Petal. Вот так выглядит. Тоже магнитная крышка. Вот такой оттеночек. Он, может быть, показаться, может показаться немножко таким густым и насыщенным, этот цвет. Но смотрите, как он будет выглядеть. У них еще там есть очень яркая фуксия. Но я подумала, яркая фуксия у меня есть у Шанель. И есть такой очень приятный персик с шиммером. Оттенок. Но меня что-то смутил этот шиммер. Не хочу сейчас ничего с шиммером. Смотрите, я просто вот раз, два, три, четыре. С ними невозможно переборщить абсолютно. Я их наношу так же вот сюда. Не пугайтесь. На губы. Привет. И вот мы их разносим по всему лицу. Ну не по всему лицу. Где у вас щеки, туда и наносим. Носик. Я люблю, когда нос немножко такой красненький. Вот сюда. Сюда. Сказала, уже на губы, да, нанесла. Все. Вот так у нас выглядит наше лицо. Немножечко, может быть, переборщила. Ну хотя нет, даже чуть-чуть побольше сделаю. И наношу на глаза тоже, вот сюда, на веки. В течение дня прекрасно ведут себя эти продукты. Не скатываются, не убегают с лица. Остаются на весь день. Замечательный эффект. Вы знаете, вот прям вот, ну натуральный. Мне очень нравится. Все. Собственно, можно уже и идти куда-то, да, если это день. Если это вечер, можно нанести, конечно, какие-то тени посложнее на глаза. Какие-то яркие губы сделать. Ну, посмотрим. Так, закрываю стик. И обращаю ваше внимание на следующий этап. Это хайлайтер. Ну, давайте немножечко разбавим эту тему. Нанесение макияжа. И поговорим немножко о том, что я посмотрела, какие сериалы я посмотрела. Первый сериал я посмотрела уже достаточно давно, когда мне вырекомендовали под каким-то видеосериалы разные, что посмотреть. Никак не могу их положить нормально. Что посмотреть. Мне порекомендовали сериал «Лапси». Русский сериал «Лапси». Я посмотрела его. Мне, пожалуйста, он немножечко затянутый. Интересная тема. Там уж прям так закрутили. Ну, ребят, может быть, это я как-то много слишком смотрю кино. Может быть, не знаю, уж я такая умная. Но я сразу поняла, что самое главное там этот вот маленький мальчик. Ну, вот сразу, ребят. Вот сразу поняла. И сразу подумала, что, скорее всего, это не какие-то там не сверхъестественные силы, а вот эти вот эксперименты, когда проводится химическая лаборатория, когда она нашла, думаю, ну, всё, всё ясно. Но мне понравилась в этом сериале атмосфера. Красиво сняли, атмосферно. Я бы немножечко, конечно, его урезала. Но, тем не менее, сериал неплохой. Сериал, вот он затягивает, его хочется смотреть. И за счёт того, что он такой растянутый, я немножечко отвлекалась. Но даже если вы отвлечётесь, возвращаетесь к нему, всё становится понятно, в принципе. То есть там нету никаких таких лихо закрученного сюжета, что вот вы не можете пропустить ни одной минуты, вот вы его смотрите. Так что сериал, наверное, неплохой. Как бы достойно снят, ну, как прикольно. Ну, вот меня немножечко, ну, не то, что, наверное, зачаровало, нет, я не могу такое сказать, потому что я сразу всё поняла, кто там, чего и почему. Ну, не знаю, это так бывает. А так бывает, наверное, у людей, когда мы смотрим много телека, много сериалов. Так, сериал «Лапси сказала». Следующий сериал я начала смотреть, посмотрела три серии уже сейчас, не знаю, зачем. Называется «Содержанки». Он вот недавно вышел. Хайлайтер. Давайте пока ещё буду рассказывать, ещё показывать вам хайлайтер. Хайлайтер – один из самых любимых моих продуктов. Я не знаю, какое видео выйдет первым, это или расхламление косметики. Очень много хайлайтеров ушло. Ну, пока ещё я их не выкинула. Думала раздать кому-то, друзьям, знакомым, если кому-то нужно. Потому что я нашла, наконец, идеальный. Я всегда хотела хайлайтер с влажным финишем. То есть, когда он не блестящий, он без шиммера, он без цвета, господи. То есть, вот эти вот золотые хайлайтеры. Хайлайтеры там с голубым подтоном, с розовым подтоном, с оранжевым подтоном, коричневым подтоном. То есть, хайлайтеров сейчас великое множество. С ними интересно поиграться. Но вот на каждый день, мне кажется, это моё мнение. Ну, я не знаю, людей... Ну, может быть, это у меня такие знакомые, кто использует хайлайтер каждый день. Не знаю. А я хотела именно хайлайтер с влажным финишем. Вот так он выглядит в стике. Вот просто белый стик. Я ещё так удивилась, спросила, что это такое. Я сначала думала, что это гигиеническая помада. Нет, это хайлайтер с влажным финишем. Он прозрачный. Вот, вы его наносите, и он вот просто мерцает. Я не знаю, видно, нет? Нет, конечно. Ну вот слегка видно, да? Не очень передаёт это всё дело у нас камера моя. Не камера, а камера моего телефона. Я сейчас его нанесу на зоны хайлайтеров. Сериал «Содержанки». Первая серия... Мне понравился там саундтрек. Единственное, что мне понравилось, это саундтрек. Вот это начало, вот эта музыка так интригует. Думаешь, ох, что такое будет интересное. Ну так, конечно, это всё... Я не понимаю, зачем. Я не понимаю, о чём. Я не понимаю, в чём вообще смысл этого сериала. Показать вот эту вот жизнь гламурную, там, вот этих вот девочек, которые живут с этими, я не знаю, мужчинами, у которых не хватает, не знаю, не хватает ума или фантазии, или времени настолько ленивых, которые могут заинтересовать только вот таких женщин, от которых им нужны только деньги, и которые боятся умных, красивых, интересных каких-то и харизматичных, ну я не знаю, женщины вот общаются с такими. Ну это, это, ну это уже избитая история, это вот правда жизни нашей, к сожалению, сейчас. Я не люблю, не люблю такие фильмы. Сериал, содержанки, хороший актёрский состав. Мне очень нравится актриса Александра Ребёнок, которая играет там такую странную девочку, которая... Ну если вы, если вы посмотрите, я даже не знаю, кто она там пока ещё, непонятно, она там за всеми ними следит, не буду рассказывать там о чём. Ну в общем, красивая жизнь, красивые, знаете, наряды, ну всё вот это так вот через, ну это промывание денег, вот только деньги, 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 вот эти вот какие-то, знаете, ну... Ну низменные какие-то силы, низменные вот понятия. Мне не близко, мне это не близко, мне не близок этот сериал. Я вообще не знаю, как я посмотрела три серии. Слушайте, я сказала, я посмотрела три серии, я реально посмотрела три серии. Не буду больше смотреть, не знаю, может быть кто-то... Он, конечно, забавный и интересно посмотреть. Интересный был в начале момент, вот наношу. Интересный был в начале момент, там мы убили одну девочку, и приходят следователи к ней домой. И ищут, ищут, ну какие-то там доказательства, улики, что-то такое, делают обыск. И в её гардеробной комнате я заметила ароматы, духи. Я, конечно же, такая сразу начала смотреть, что же там за духи у неё. Лилаба. У неё там стоит, наверное, лилаба три или четыре флакона. Мне понравилась. Мне понравилась. Ну такая, знаете, ну не то, что мне понравилась, такая гламурная тёлочка с лилаба. В общем, лилаба модно, так я поняла. Так, ну вот такой эффект этот хайлайтер создаёт. Кому нравится эффект влажной кожи, тому понравится этот хайлайтер. Посмотрите, он какой класс. Тут ещё лампа, не очень понятно, но вот он реально как будто... Не как будто бы вспотели, а как будто вот, ну просто вот что-то такое. Приятный блеск даёт. Без цвета. Очень красиво. Очень красиво. Я люблю такие продукты. Так, сейчас накрашу ресницы. Накрашу ресницы своей тушью от Hourglass. Когда она уже закончится, я не знаю. Пока крашу ресницы. Да, не хочу возвращаться к содержанкам. Извиняюсь, если кому-то этот сериал очень понравился и вот прям как-то не понимают моего мнения, не разделяют. Слушайте, у нас у всех разные как бы взгляды. Мне вообще не близко вот это всё. Так, следующий сериал, который я посмотрела и в полном восторге. Я его смотрела с перерывами, потому что у меня сломался компьютер. И был перерыв, я его не могла смотреть, потому что он русский сериал. Онлайн его можно посмотреть только через компьютер. Поэтому я так немножко был перерыв, потом возобновила его просмотр. Сериал называется «Звоните Ди Каприо». Мне его тоже кто-то из вас порекомендовал. Спасибо большое. Я, честно говоря, это название уже встречала до этого. И мне как-то казалось, что по названию, понимаете, такое название какое-то игривое. Я думала, что это какая-то очередная комедия российская. И вот этот актёр играет там, Петров. Очень его сейчас много. Тоже как-то он мне не впечатлял, что ли, да. А сейчас, конечно, он в «Методе» тоже сыграл. Неплохой парень такой, классный. Но вот после «Звоните Ди Каприо», конечно, мне он очень теперь нравится. «Звоните Ди Каприо». Я начала смотреть и просто обалдела, что это ни разу тебе не комедия. Скорее всего, такая драма. Ну, с элементами немножечко такими не юмора, а так ироничная. Ироничная такая драма, я бы сказала. Мне понравился очень сериал. Вот прям очень. Я смотрела, знаете, и думала, что, ну, я понимаю, да, что вот жизнь в жизни вот так и будет. Ну, думаю, ну, это же кино. Ну, давайте мы, может быть, как-то, ну, полегче. Ну, если вот случится вот так, то это, ну, вообще кошмар. И вот в этом сериале всё самое-самое-самое ужасное, что может произойти, вот там вот это всё происходит. А идёт такой отсыл к заповедям о грехах, идёт отсыл к библейским «Каин и Авель», очень такой мощный. Ну, это как мне показалось. Ну, или просто это жизнь, знаете, если это не связывает ни с какими библейскими темами. Бесподобный сериал, я не знаю, вряд ли я его буду пересматривать. Был у меня такой момент, я думала его пересмотреть вместе с мужем. Ну, не знаю, что-то как-то тяжело, не знаю, простите. Тяжело, не знаю даже, буду я его пересматривать или нет, ещё раз. Ну, прекрасный, прекрасный. Актёры все на высоте. Я обратила внимание на режиссёр, который снял этот сериал. С ним тоже очень интересная история. Крыжовников он. Я вчера гуглила его. Там такая интересная история. Человек, режиссёр, снимает фильмы, сериалы. У него есть своя фамилия и у него есть псевдоним. Вот когда он делает какой-то там свой проект, он делает это под своей фамилией. А когда он делает, ну, на заказ, там, я не знаю, работает с какими-то клипмейкерами или, например, телеканалами, он делает это уже под псевдонимом. Я не знаю, почему. Ну, вот такой у него ход. Вот в сериале «Звоните Ди Каприю» играет его жена. Она играет как раз жену брата главного героя, вот эту вот ужасную женщину. Потом я, знаете, чем больше на неё смотрела, тем больше понимала, что, ну, на самом деле, наверное, много таких людей. Такая, знаете, вот вроде хорошая, вроде добрая, вроде сочувствующая, сопереживающая всем и всему девочка, имеющая двух детей, маленьких дочек и беременная, при этом ещё третьей девочкой, и произносящая совершенно ужасные вещи, там, произносящая какие-то... Ну, причём это вот как-то не со зла, я не знаю, это, наверное, просто от недостатка ума, вот всякие... Ну, я не буду рассказывать, о чём там она говорила. Посмотрите сериал, если вдруг не смотрели, все вот эти понятия какие-то немножко мещанские. Тяжело его было смотреть, тяжело, потому что понимаешь, что, ну, реально всё так в жизни и есть. От этого, конечно, становится тяжело и страшно, тяжело и страшно. Конечно, интересно было бы... Ну, как? Нет. Всегда ты сопоставляешь себя с главными героями. Я не знаю, как бы я бы вела на месте главного героя, но, наверное, не так всё-таки. Я... Ты никогда... Ты не застрахована от такой ситуации, в которую он попал. Он, конечно, и вёл себя там не самым лучшим образом, но, слушайте, на то он... И фильм. Фильм... Такой вот фильм. Звоните Ди Каприо. Вот у меня такое о нём осталось впечатление. Мне понравился сериал. Смотреть больше не буду. Вот именно меня натолкнул он на такую схожесть именно с библейскими какими-то персонажами Каина и Авеля и так далее. Пишите, если вы видели этот сериал. Скорее всего, многие, кто меня смотрит, его уже видели. Пишите ваше мнение. Мне интересно. И... Горько. Фильм Горько. Вот как раз от этого же режиссёра. Я посмотрела сериал «Звоните Ди Каприо», и потом мне моя подружка Аня сказала, «Слушай, но он же ещё фильм Горько снял. Ты видела фильм Горько?» Я говорю, «Нет». Ну, как ты не видела? Посмотри, пожалуйста. И потом я, когда включила этот фильм на превью, вот фотографии этого, афиши как бы этого фильма Горько, я поняла, что он мне мелькал перед глазами. Ну, я вообще его не хотела смотреть. Ну, у нас, знаете, в России, конечно, талант делать красивые, нарядные постеры, от которых просто хочется бежать и никогда ты не захочешь смотреть этот фильм. Фильм оказался чудесный. Фильм оказался чудесный, чернушный, конечно. Там, ну, там показаны, ну, человеческие отношения вот такие, какие они и есть на самом деле. Немножечко, конечно, чересчур это всё преувеличено. Но тоже мы говорим о том, смотря где, смотря где. Там показан Геленджик, там показаны совершенно две разных семьи. Ну, и вот это всё на грани такого фола. На грани фола, свадьба. Я была на таких свадьбах. Я была на таких свадьбах. Я когда смотрела этот фильм, я прям вспоминала, вот, ну, реально, да. Так и есть, так и есть. Ничего такого в этом нет. Мне противно от этого фильма не было. Мне было от него как-то, знаете, даже хорошо. Мне было хорошо, мне было так душевно. Прекрасная концовка, саундтрек шикарный. То есть, даже если они, ну, пошутили над нами всеми, вот, ну, как мы живём, то это их подача была какая-то добрая, какая-то такая, знаете, милая. Ну, фильм просто шикарный. Фильм шикарный. Я его буду смотреть, буду рекомендовать. Если вдруг не видели, посмотрите. Бесподобный. Бесподобный. Я не думаю, что его поймут люди, живущие, например, австралийцы, да. Я не покажу его австралийским своим друзьям. Но русским обязательно надо всем смотреть. В конечных титрах там написано «Посвящается нашим родителям». Я согласна. Я согласна. Классно. Классное посвящение, хороший фильм. Мне очень, очень понравился. Так, и нанесу ещё вот лип-максимайзер от Dior. И на этом всё. Это уже почти полчаса. Вот так. Вот такой вот у меня будет макияж сегодня. У нас похолодало. Видите, я в свитере. Осень. Осень наступила. Осень такая дождливая. И солнечная в то же время. Очень прекрасная такая, приятная погода. Но уже когда выходишь утром, так холодно. Вот такой у меня сегодня будет макияж. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам понравился мой макияж. Пишите, пожалуйста, если вы смотрели эти сериалы, если вы смотрели этот фильм, ваши впечатления. Делитесь со мной. Я всегда очень люблю вас читать. Всё. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok